Так, значит, сейчас у нас заканчивается, соответственно, регистрация. Считаем, что с этого момента регистрация закрыта. На сегодняшний момент у нас 7 команд, собственно, 7 команд и будут участвовать в Катоне. По правилам у нас есть 3 важные контрольные точки. Это сейчас каждая команда должна представить свою идею. Представить можно с презентацией, а можно без презентации. Дальше вечером в 17.00 каждая команда должна представить свой прогресс. Опять же, прогресс можно представлять с презентацией или без презентации, или можно уже демку мини показать. Очень рекомендуется показывать какие-то темки, что у вас уже сделано за день, и может какие-то слайды, что планируется, но темка даже более предпочтительная. И завтра, соответственно, в 2 часа заканчивается, и мы уже проводим официальную презентацию. Официальная презентация, обязательно должна быть демка того, что у вас есть. Можно слайды, если вам помогает, можете просто показать демку и, соответственно, рассказывать, как вам удобно. Вся программа у нас есть на сайте. Вчерашние слайды, за исключением самцунговские, у нас тоже доступны для скачивания слайдов. Если нужно, пожалуйста, мы все здесь доступны. Сегодня мы можем здесь сидеть совершенно спокойно до 10 вечера. Если кто-то хочет сидеть дольше, скажите, пожалуйста, заранее. Тогда я буду договариваться, если кто-то решил, что сильно хочется ночного. Я думаю, из общих слов, по оценке проектов, надеюсь, все считали правила. То есть, в правилах, на самом деле, четко прописаны, соответственно, критерии оценки. Это законченность приложения, резонная сложность и интересность функционала, и качество UI и визуального оформления. Три критерия, по которым, соответственно, жюри проводит оценку и примерно, не примерно, а равное количество максимальных баллов, которые можно получить по каждому управлению. И призы, соответственно, три победителя будут выбраны. Каждый победитель, соответственно, получает диплом и диплом. Делитный приз по процедуре выплаты, соответственно, уже на вручении отдельно автогвария. Я думаю, это все. А, можно, или не можно, а очень рекомендуется кидать посты о прогрессии вашей работы, соответственно, по тегу DysonHack. Это и нам поможет, на самом деле, и есть другие команды в других регионах, которые тоже отслеживают Катон. Им тоже интересно смотреть, на самом деле, что происходит. Так что очень прошу всех, не только на момент точек контрольных, но и по ходу работы писать, что у вас есть, какие проблемы вы сталкиваетесь, какие задачи возникают. Сейчас, например, скажу команду, я попросил вам просто написать название своего проекта, что у вас стартовала разработка по такому-то проекту. Может быть, дашь какие-то комментарии. Я знаю, Кирилл, что добавить? Ну, то есть, желательно это размещать в Твиттере, еще неплохо во ВКонтакте, с тем же самым хэштегом. Так что, чтобы было доступно всем пользователям? Всем, да. То есть, стену надо забить? Что? Стену? Да не надо забивать стену, но просто по ходу проекта, вот ваши комментарии, какие проблемы, как проходит. Да. Можно по поводу даже всего события не обязательно вашего проекта написать. У нас есть официальное время кофе, брейков и так далее, но у нас не так много народу. Будем постоянно оставлять, соответственно, кофе, чай постоянно горячие, пироги, все это будет постоянно доступно, так что там прокладительные напитки тоже. В любой момент, пожалуйста, походите, можете устроить проект тогда, когда это вам комфортнее. Вопросы? Тогда давайте начнем по презентации. Выступает, как ни странно, команда, да? Да, действительно, команда номер один. Добрый день, господа. Вчера были. Печально, печально. Ничего, я надеюсь, все-таки и дойдут. Наш проект, в команде два человека, я и Алексей. Можно выйти, на самом деле, там, завпечатлеть. Выходи-входи-входи. Наш проект, в принципе, польза мне общественность, все руки более удобно. Проблема заключается в чем? Мы выходим на остановку и не знаем, что и когда там придет. А может быть, уже и не пойдет сегодня. Был у меня момент, я вернулся позже зимой на несколько минут питья и ждал по 11-го автобус где-то 40 минут у Смульдинова и понял, что там просто ничего уже не придет, потому что закончилось. Можно сделать разные технические решения. Сам простой правительский блок-код, на котором наступит сайт, на котором будет расписание автобусов для приятных приятных остановок. Это уже есть, это уже работает. Можно пройти дальше. Сделать это в виде мобильного приложения. Собственно, Tizen это первая платформа, под которой мы сделаем полноценное мобильное приложение с поиском недвижающих остановок. Технически это будут гибридные приложения с некоторыми блоками для пользователя, с наставим внешним видом. По Яндексу мы возьмем идею ночного режима, который мне вечно очень нравится. Как я сказал, Tizen будет первым подходом. А технологически сделано как? Что в автобусах сейчас по законодательству с 1 января 2016 года должен быть модуль у нас. Он посылает располгнутые данные на общий сервак. Эти данные там наблюдаются. Это будет сделано на стадии названия Куарбаса. Собственно, в автобусах делается съемный комитет по транспорту, которому помогали много кто. Баклент у нас сделан на нашем сайте. У нас уже есть, по сути, готовый Just-On-Tervice. Мы сейчас сделаем для него обернутый. Собственно, если будет реагируемый поиск являющих остановок, если вы, допустим, находитесь здесь и не знаете, куда вам идти. И наше предложение вам должно помочь. Собственно, мы будем сохранить избранные основки локально и прогнозировать в случае падения интернета, что вроде как должно быть тогда-то и тогда. Данный сервак будет точно лучше, чем ничего. И мы реализуем функционал, который был у нас сделан изначально. На что бы ориентироваться изначально? Это на QR-коды. Такая маленькая фишечка. Нас пока двое. Если кто хочет, нам присоединиться, будем только рады. Вопросы по предпятствам, пожалуйста. Вот у меня вопрос. Вы пишете, что вы будете использовать вот эти данные с автобусов? Да. То есть это уже реально существующий интерфейс? Да. QR-код. Реально существующие данные на сайте комитета, и мы сделаем более удобную адвоку для пользователей. QR-код, собственно, может зайти на этот QR-код, и просто отказаться от QR-кода, и зайти на него. Там будет установка в этом вести восстание. Социально выграющиеся данные каждому. И еще вопрос. А как вы собираетесь искать ближайшие остановки? Своё писать или чьё? А это не так сложно делается. Телефон, как вчера любезно объяснил Кирилл, все-таки способен получить координаты GPS, и делать их быстро и довольно удобно. Поиск ближайших точек, есть баз данных, которые можно делать. Собственно, поиск по шароте-долготе, есть достаточно простое преобразование. Если мы работаем на одной системе координат, то найти этот пример абсолютно. На самом деле, в том, что Мак говорит, есть наша большая система, вот эта Geo2Tech, open-source. И то, что вы делаете, может подумать о использовании Geo2Tech сервера, потому что в платформе, в качестве хранилища, в качестве хранилища, в чём он содержит и стационарные, и, соответственно, мобильные объекты. То есть наём можно и остановки спокойно кодировать в одном канале, и в другом можно кодировать сами передвижения автобусов. Тогда всё решение будет даже упрощено. Может быть даже не конкретно, может быть не стоит на это отвлекаться в рамках конкретной реализации данного проекта сейчас, но для реализации вашего проекта я думаю, это очень может помочь. Просто очень многие задачи по этой подложке инфраструктурной у вас снимутся просто, потому что это и так решается внизу в Geo2Tech. Спасибо за идею. Просто сейчас у вас там стоит монгочка. Для монгдб есть плагины для поиска по расстоянию географическому. Там у нас в полном всё тоже есть в Geo2Tech. Ну посмотрите. Если мы положим наш сервер, мы к вам сделаем все, будет ваше сервер. Ясно. Пожалуйста. Вы говорили, что вы будете нативную часть использовать, а вот что вы планируете там реализовать, почему это нельзя сделать только в Geo2Tech? Это распространение QR-кодов на данный момент. Formative Z не атлентайзен, не предоставляет доступа из веб-приложения к камере. Это не то ли баг, то ли фича, но мне ни разу не удалось ни одно ни из браузера, ни из веб-приложения получить доступ к камере. Нативная часть должна как минимум делать снимок, но так как я нашел три хорошие демо-кинипровые сайты, и удалось скрутить одну географическую кодку, я думаю, что пусть она будет нативная часть полностью с пиар-кодами. Мало того, в примерах есть распознавал QR-кодов с нативами. Да, идёт там немножко отработать. Ну, я думаю, все это, что вы рассказали, было бы, конечно, интересно на промежуточном, то, что будет сегодня 18 часов, какой-то промежуточный, хотя бы интерфейсный вид, чтобы понять, какой функционал QR-код будет перенесён на приложение. Именно это мы и покажем. Да. Хорошо. У меня вопрос есть один. Да. Я, например, сейчас поиском каких-то там остановок и прочим сейчас использую для этого Яндекс. То есть я просто по Яндекс-картам смотрю, какой мне маршрут они проложат с учётом транспорта. В чём существенное преимущество вашего подхода? Мы прохладным маршрутом занимаемся прогнозированием точного объема транспорта, исходя из данных у нас GPS, которые собираются люди. То есть, вопрос именно в том, когда он перейдёт, а не как и куда. То есть мы и так заранее знаем, куда, думали о том, чтобы всё-таки сделать функцию прохладного маршрута, но пока не получается в изящном способе найти или в общем пока это не сделали. Спасибо. К тому же, портировать нативный Яндекс на Тайзен, я думаю, мы с двойнями с ним не сможем. Ну, насколько я знаю, есть люди, которые это делают уже для Яндекса. Посмотрим. Но точно не за двойнями. Но не за двойнями, да. Но не здесь, и не за двойнями, да. Ещё вопросы? Всё, спасибо большое. Удачи. Спасибо. Так. Следующий, да, закрывать. Презентация нам больше не нужна. Здравствуйте. Если надо, будет послушать. Следующий проект, это проект РУЖЕРТАНСОР. Я не знаю, может быть, всю команду? Да, я один. А, да, можешь прощить. Согласен. Вот. Всем здравствуйте. Хотел бы вам сейчас рассказать о нашей программе, которую мы собираемся реализовать в ближайшие полтора дня. Она называется «Финанс Прикординг». То есть, её основная задача какая? У нас есть человек, который, собственно, хочет ввести учёт своих финансов, своих расходов, своих доходов. То есть, он вводит свой доход какой-то, может прогнозировать бюджет на этот месяц, установить какое-то круговое значение, при приближении к которому приложение будет предупреждать, говорить, что парень пора экономить. Также надо ввести расходы, чтобы оно знало, то есть, оно будет показывать текущий баланс, и удобно сортировать по датам, по тегам, если успеем. Вот. Основная ставка будет делаться на дизайн, на удобство, чтобы пользователь не получал какого-то дискомфорта при использовании нашего приложения. Чтобы всё было интуитивно понятно, чтобы всё делалось за два-три клика. Вот. То есть, то, чего много хотят, чтобы телефон был в продолжении кошелька. Вопрос? Спасибо. От меня только пожелание интуитивности. то есть, чтобы действительно было интуитивно понятно. Там новое приложение или порт существующего под другие классы? Это, которое вот сейчас начали писать. Я думаю, есть под другие аналогичные приложения. Аналогичные, но... Нет. Я понимаю, просто есть конкретные разработки, там, где там, ну, у нас есть знакомый проект, но я думаю, мы ещё уже обсудим. Хорошо. Ты говоришь. Наверное, один вопрос. А есть какая-нибудь системка распознавания образов на тезис, сейчас хорошая. Идея ещё простая, чтобы данные, например, с чеков, можно было сфотографировать чек и распознать сумму и автоматически внести эту сумму в расходы. потому, что вот вбивать, я мало верю, что будет много. А вот, если бы была возможность сфоткать чек, то, кстати говоря, я думаю, это много кто бы мог пользоваться, это было бы реально интересно. В конце концов, это можно онлайн делать. сфотографироваться метаданных чека. Люди, которые это сделали для андроида, они долго плевались на то, что чеки разные. Нет, я про это не говорю, что в любом случае есть чек, в нём всегда в любом чеке написано большими, более крупным шрифтом общая сумма. в конце концов. Не всегда. Автрашу можно всегда на неё навести внизу на общую сумму. Дальше возникает просто задача распознать эту область. Если есть нормальная распознавалка ... Ну, а что, OpenCV? А, нет, ну всё. Да, нет, всё понятно. Ну, это непонятно. В валюте всё понятно. В валюте всё понятно. Да, разумеется. Нет, валюта настраивается-то легко. Ну, вы, как бы, ну, один раз прожать там, может и выбрать. Нет, не один раз. Они за через Google можно каждый раз через веб. Нет, ну, понятно. Это самое легче. Ну, либо где-то на сервере распознать. Нет, OpenCV понятно, ведь абсолютно классно, но это не надо быть. Тоже вариант есть, что у Google есть интерфейс, есть распознавание изображений, а не веб, они уже как бы работают. Может быть, куда стоит покупать по счету? Да, так это WebWay использовать серверс. Вот, наверное, сейчас система учета нужна, и тогда, может, какая-то статистика, опять же, может быть, мы тебя прогнозируем, если сохранить такой же уровень расхода. Но, самое интересное, вот, я просто себя смотрю, как я использую, самое интересное было бы автоматизировать вот эту вот данную. нет, ну понятно, это да, это, то есть, за рамки Хакатона это выходит, то есть, это на будущее. А так, да, вот, мне кажется, что сейчас важно сделать упор именно на удобство интерфейса, на удобство использования этого приложения. А у меня еще есть маленькое предложение статистику собрать, по каким магазинам, ну, если возможно, какие траты были, это очень важно, особенно для женщины. Когда муж спрашивает. в магазине, даже для себя, в магазине, даже не то, что в магазине, по какому типу, то есть, настолько одежды, там, настолько продуктов. Ну, это будем делать с помощью тегов, то есть, где можно будет искать по тегам. Ага. Отлично. Ну, кстати, я говорю, да, если я и будет классная система тегов, это очень поможет. То есть, человек мог индивидуально делать не какую-то общую, а чтобы было и дальше, вот, вот, если туда создалась хороший интерфейс, то это может быть основа для очень хорошей системы на будущем, в принципе. То есть, я соглашусь, Кирилл, но главное только базовый сделать, потому что, да, пожалуйста. Вот, я по поводу базы, есть хорошая база у некоторых банков, у меня PKN банк пользуется связной, он в интерфейсе показывает категории трат. Он, к сожалению, он не умеет разбивать чеги, то есть, я в Ашане потратил там 10 тысяч, он показывает 10 тысяч в Ашане, но там уже есть категоризация и она такая, нативная, удобная. Там можно самому переобозначать все, он что-то неправильно посчитал там, потом в виде диаграммы вводит проценты, по сути. если есть время, то посмотрите там, как бы часа на сцену. Хорошо. Хорошо. Посмотрим. Все, удачи. Спасибо. Третий проект, это проект WabaoKey. Рассказывают вкратце, какую проблему он пытается решить. Ну, вспоминаем, что у каждого человека из нас есть куча различных учеток, различных сервисов. В каждой учетке у нас там возможно одни и те же пароли, возможно разные пароли, но при этом в вашем пароле вы всегда помните, вы делаете те пароли, которые вы можете позволить себе запомнить. И длина эта, к сожалению, вы, наверное, все-таки ограничены. Вы не можете успеть ввести там полутомика Пушкина для того, чтобы авторизоваться на каком-то сервисе. Хотя, может быть, и можно себе позволить. При этом, что у нас? С хранением паролей на сервере. У нас хранение паролей на сервере все-таки существует оно в каком-то закрытом виде. То есть, у нас хранятся хэши от паролей, там, возможно, добавлено соль, все там хранится отдельно. Но все это, если там утянется база данных, то утянется, она может дотянуться все и хэшить, и сольить. Таким образом, в каком-то мере наш пароль не защищен и может быть подобным. Надеюсь, самым надо же утомиться. Если кто-то пытается своему сервису привязать двухфакторную аутентификацию, он тоже весьма ограничен в своем выборе. Что у нас сейчас есть на рынке двухфакторная аутентификация? Есть у нас смс-ки, которые, для того, чтобы использовать смс-ки, вы должны заключить с провайдером смс-ок, какой-то договор он для того, чтобы использовать. либо делать какие-то свои собственные средства двухфакторной аутентификации. Что предлагаем мы? Мы предлагаем расширить идею. Всем известно, что сейчас имеется такая вещь, как приватные и не секретные ключи. Мы предлагаем построить сервис на приватных и секретных ключах. При этом хранищем для этих приватных и секретных ключей для вашего аккаунта будет ваше собственное мобильное устройство. То есть, у вас не нужно будет запоминать гигантский пароль, гигантский генерировать это. У вас может быть ключ, который будет там один килобайт, который публичный, вы его загружаете на сервер, и есть сто процентная вероятность того, что по публичному ключу у вас никогда не подберут секретный ключ ваше собственное. При этом проверить, сервер может по публичному вашему ключу проверить, что это действительно вы, и авторизовать вас на своем сервисе. Соответственно, что мы будем реализовывать на мобильном устройстве? Мы будем на устройстве реализовывать и использовать существующую криптографию, которая там сейчас есть. Это для генерации секретных публичных ключей. Будем использовать шифрование АЭС, которое вроде как есть, и будем использовать в данном случае мы сейчас будем использовать транспорт это МФС. Соединение ПЛФС. Ну, соответственно, что у нас будет на устройстве? Логика работы мы будем делать все-таки наверное нативную. То есть, генерация ключевой пары, выработка ключа для дефекраммона. То есть, у нас передача сессии, но это будет в настоящем слайде. Вся сессия будет происходить с веб-сервером и с устройством. Вся сессия будет защищена по дефекраммону и это будет криптографический стойк. Так. Ну, соответственно, работа с хранилищим аккаунтом и передача данных по интерфейсу тоже будет у нас на нативе. В интерфейсе мы сделаем некий интерфейс для регистрации в аккаунте, выбор аутентификации, выбор аккаунта для аутентификации и некий менеджер аккаунта для того, чтобы вы могли там защитить, дополнительно добавить пароль, удалить свой аккаунт с устройства. Но резервное копирование это уже на будущее. Так. Ну, некий бэкэнд у нас уже существует, так как у вас, ну, сами понимаете, что невозможно сейчас через NFC связаться сразу с веб-приложимом. Соответственно, должна же некоторая прослойка на ноутбуке либо на том устройстве, на котором вы проводите авторизацию. То есть у нас есть некий бэкэнд, у нас есть сервис NFC, написан для Windows 8. В Windows 8 появилась поддержка NFC, ну и сейчас появляются устройства которые имеют на борту у себя NFC. То есть у нас есть сервис, который умеет обмениваться с мобильным приложением по протоколу NFC. Дальше у нас будет доработан плагин Google для Google Chrome для того, что, ну, это тоже понятно, да? Для чего? Потому что напрямую сервис нам не позволит общаться с Google Chrome, нужна некоторая прослойка. Эта прослойка будет у нас плагин для Chrome, который будет детектировать, что на сайте возможно использование факторов аутентификации по публичным ключам, и, соответственно, будет прокидывать все запросы внутрь телефона устройства. Ну и, соответственно, для того, чтобы продемонстрировать все работает, у нас будет некоторая наработка плагин для Trupal, которая позволит на сайте регистрироваться по этим публичным ключам. То есть, сценарий работы регистрации. У нас есть сервисно-операционные системы, есть правда, они практически являются транспортом, то есть проксируют все запросы друг на друга. Соответственно, у нас есть регистрация, кстати, самое важное, что я забыл сказать, что, в отличие от всех существующих систем, публичный секретный ключ будет генерироваться на устройстве. То есть, секретный ключ ни в какой момент не будет попадать на... То есть, даже если вы, например, регистрировались на сайте госуслуги, даже если вы генерируете пару секретных ключ, но секретный ключ, свой собственный вы получаете себе, вы его закачиваете. То есть, он генерируется у вас на удаленном сайте. А это значит, что ваш секретный ключ у кого-то уже побывал. В данном случае секретный ключ будет только у вас, он будет генерироваться на вашем мобильном устройстве. Так, то есть, при регистрации ваш публичный ключ отправляется в аккаунт на сервисе, там он запоминается, в устройстве у вас создается запись о том, что у вас существует закон, в таком-то сервисе. Поломалась. Поломалась. Авторизация. Ну, авторизация, соответственно, простая. То есть, у нас мы открываем веб-сессию в браузере, по ним детективу, что у нас открыто веб-сессии, доступна аутентификация по публичному ключу. У нас формируется защищенное соединение, то есть, я еще раз скажу, это не HTTPS, это защищенное соединение между вашим аппликейшн, то есть, мобильным приложением и веб-сервисом. То есть, это может использоваться в транспорт HTTP, но при этом весь контент, который там будет передаваться, это будет защищенное подписанное соединение. дальше веб у нас отправляет случайно последовательность, мы ее подписываем секретным ключом на приложение, дальше эта подпись отправляется на веб, и он по своему публичному ключу, которому он не лежит, может проверить вы это или нет. Ну и отлично. То есть, у нас используется ненужная криптография, ваш секретный ключ никогда, ни в какой момент никому не попадает третьим лицам. Ну и некоторый факт того, что у вас ничего не хранится на вашем ноутбуке, а хранится отдельно на каком-то дополнительном устройстве. Если уж похищать, то надо похищать вашу ноутбуку. Помните, как он писать тоже, чем ноутбука. Ну, все. Спасибо за внимание. Спасибо. Наверное... Да, пожалуйста. Не совсем понял роль NFC в... NFC здесь будет использоваться как транспорт. То есть, у нас нужно каким-то образом соединить... Ну, то есть, мы используем... Мы говорим, что авторизуемся мы на ноутбуке, то есть, мы открыли в этом сессию. Но для того, чтобы как-то получить соединение между ноутбуком и нашим хранилищем ключей, мы будем использовать именно модельные устройства. в данном случае мы решили использовать NFC-транспорт, потому что у нас есть готовый сервис, который поддерживает протокол NFC для передачи. На Bluetooth нет? Не совсем. Нет, нет. Это как бы на дальнейшем. Просто... Это как бы немножко упростить нам задачу для хакатона. Потому что мы здесь все, конечно, не успеем. Но в дальнейшем действительно можно транспорт использовать любое. Это там Wi-Fi Direct, Bluetooth, NFC, то есть все, что мы... NFC, очевидно, быстрее работает. Окей. Я единственный сценарий не понял. То есть в устройстве у нас NFC есть, а в ноутбуке, получается, тоже должен быть для этого? Ну, в данном случае да. А, все, окей. Тогда модель понятна. И небольшой комментарий. DefiHelm нельзя использовать на канале незащищенном от модификации? Не. Про. Да. DefiHelm у нас используется только для того, чтобы сгенерировать общий ключ для защищенной сессии. Вот именно поэтому и нельзя. Почему? Потому что менземиду атаку можно провести в следующий раз, если мы... А, если вы мне это докажете сейчас, я, как человек, который преподает безопасность хитографическому кейсику, если вы мне докажете, что сессию менземиду вы можете атаковать, то вы можете писать научную работу. В любом случае, мне будет интересно с вами эту тему обсудить, но это потом наверное хорошо. Хорошо. На самом деле бэкэнд у вас фигнические там уже сделаются и бэкэнд, и клиента за два дня не река. У нас бэкэнд есть. То есть в данном случае мы для хакатона выставляем как мы все это прикрутим на операционную систему тестирования. А как вы собираетесь секретные ключи хранить на самом деле вайсе? В данном случае мы хотели сделать следующую вещь. Мы хотели сделать примутительную авторизацию по ключу, точнее не по ключу, по паролю, но при этом пароль будет расшифровывать у нас как раз таки секретный ключ, на котором будут расшифровываться наше хранилище. хранилище потом уже лежат оканны. То есть для того, чтобы расшифровываться он будет только во время запуска приложения. С безопасностью я немножко не очень знаком, потому что в документации читал, что там вроде какой-то IP для чувствительных данных есть. Влезет ли туда ключ? В данный момент открыт вопрос и запросов уже есть да. Я потому что посмотрел там даже есть хранилище аккаунтов, да, и оно как-то, как говорится, что оно защищённо, есть презентация типа есть на некоторых защитах, но я как-то не уверен как с ней пользоваться конкретно, поэтому вы, возможно, напишите просто свою оберкну. Тут ещё имеет смысл очень хорошо продумать, как демонстрировать соответственно ваше приложение, потому что продемонстрироваться не получится не получится у вас есть устройство и лоток и лоток и лоток и лоток а то, что у нас это поддерживает ТАНИНСКО устройство? Да. Говорят, что да. Отлично. У меня просто не было возможности проверить, но очень хорошо хорошо. Отлично. Хорошо. Так, да. Да, действительно, нам просто продумать хорошую сценарию, а так, как хранение, чтобы было интересно посмотреть, как может работать. Посмотрим. Да. Всё. Спасибо. Спасибо. Так. Идём дальше. Следующая презентация Талант Менеджер. Четвёртая группа. Здравствуйте. Меня зовут Сергей. Мы в нашем проекте занимаемся тем, что создаём интернет вещей, но в данный момент, например, на примере подстанции на больших заводах. И у нас возникают проблемы. Иногда оборудование, которое там стоит, умные дома или контроллеры, которые собирают данные за счётчиков, оно иногда отказывает. Отказывает иногда самооборудование, отказывает иногда энергоснабжение, отказывает иногда на устройство, которые подключены к этому оборудованию. Видов АП отказывают, может быть, очень много. Иногда отказывает сеть передачи данных. И цель сегодняшней нашей работы это как-то сделать нотификацию пользователю, заказчику и нотификацию нам, разработчикам, о том, что у нас возникли какие-то физические проблемы. То есть, например, в пропалооборудовании мы начинаем терять данные. Начинаем мы терять данные прямо сейчас. Чем раньше мы узнаём, тем быстрее мы можем как-то отреагировать или как-то согласовать с заказчиком тем, что, ну, там, видимо, данные там теряются по их иенам, и мы ничего сделать с этим не можем. Соответственно, у нас какие есть роли здесь, которые участвуют в этом процессе? Это директор завода, который, собственно, является самым главным заказчиком. сегодня у него был. Говорят, ему нужно знать две цифры. Сколько он платит за своё электричество и сколько ему платят арендаторы за потребление. Вот. Потом видеть разницу, сколько не сошлось, и с этой разницей идти войдёт главная энергетика и спрашивать, а куда пропало? Вот это самое главное, что его интересует. Главным энергетикой интересует, собственно, состояние счётчиков, потому что, когда пропало, надо как-то смотреть за состоянием. Ну, и нас интересуют уже вообще все отказы всего оборудования уже нашего, чтобы мы оставили нормальный сервис. Ну, и некоторый спорт, например, чтобы люди могли, допустим, главный энергетик мог посмотреть, что у него что-то случилось, нажать кнопочку там вызов службы поддержки и позвонить быстренько оперативно нам круглосуточно, и сказать, ребята, у меня там какие-то проблемы, чтобы помочь, советуем, что можно сделать. Вот. Соответственно, приложение я хочу за эти два дня написать на, в основном, на веб-части, состоящей из вот этих прям четырёх вкладок, которые обеспечивают соответствующий функционал. Я вот не знаю, успели ей сделать нативную часть, потому что нативная часть должна быть в бэкграунде, которая будет служить, ну, сами, как бы, пулемет девайс надо делать, ну, то есть, как бы, передавать ему сообщение, чтобы он просыпался. когда что-то случилось. Ну, посмотрим, как получится. Значит, вот, да, такой проект, если какие-нибудь вопросы, и если есть желающие присоединиться, у нас даже два, наверное, свободных места получается. Ну, одно. Одно точно есть. Вопросы? Наверное, у меня пара комментариев. Значит, первое, в свое время на, еще на Маймо, причем на первом, ну, не на первом, а на 810-ом девайсе, мы сделали интересный такой проект, это, не буду говорить, для какого завода, но у них интересная была проблема, что есть выясняется на данном производстве буквально несколько ключевых людей, которые, если уезжают, например, в отпуск, в больницу попал, то у завода, у которого оборот несколько миллионов евро, можно спокойно встать. Просто. Вот. По той простой причине, что там без этого человека многие моменты, многие процессы, просто налаженные процессы, они, если что-то сборить, то остальные не очень понимают, как это можно вернуться. И смысл того предложения, которое делалось, это некий удаленный интерфейс для их системы управления производством. Да. То есть, грубо говоря, вот на 850 мы просто задавали возможность такого же интерфейса, как ему привычный был на его заводе, на рабочем месте вот эта вот система оптализации. Вот. Насколько я понял, у вас сейчас видно что-то, может похоже, но только на вам, части касающиеся их. Да, у нас, скорее всего, просто обнаружение внештатной ситуации, и чтобы мы как можно быстрее отреагировали. Дальше мы будем развивать наш проект, чтобы сервера можно было удаленно обновлять, и даже другими методами предпринимали какие-то действия. чему я спрашиваю. У вас при этом бэкэнде есть уже какой-нибудь сервер? Потому что пул делать на мобиле я не вижу смысла. Это намного разумнее сделать на бэкэнде. Мобила решает вопрос интерфейса. Зачем делать пулы с да, я просто неправильно сказал. У нас сейчас именно с реального завода нет таких данных. У нас в процессе разработки я сейчас какие-нибудь данные возьму, просто протокол определю и на сервере забито состояние. да, конечно, устройство слушает и как-то сервер когда что-то происходит он должен его как-то идентифицировать об этом. Не то, что мобильник постоянно опрашивает что не случилось чего-нибудь. Только если открыта веб-часть она может обратиться и спросить все что нужно ей. Например уточнить конкретику аварии счетчику сел. Грубо говоря сейчас нужно написать приложение которое должно работать по сути некий скорее всего сервер на Тайзене чтобы с компьютера ну там с вебовского какого-то можно было туда сигнал посылать. Это вы сейчас пытаетесь понять что конкретно будет сделано. Если пулить с Тайзенского устройства да я понимаю но первое же не может но на сервере есть состояние всей системы то есть например вот эти данные о том он может спросить вот сейчас пользователь открыл эту вкладку что мне ему написать что прямо сейчас актуально вот эти данные дальше список всех счетчиков и их состояние работает не работает вот это будет спрашивать ну и понятно телефон служеб поддержки там просто позвонить это я понимаю вопрос поскольку проект называется как раз аларм менеджер то то как будет именно аларм я планирую нативную часть которую сервер я постараюсь это делается для какого-то конкретного завода или может быть применимо в разных местах это может быть мы делаем это для всех как бы ну потенциально да конечно применимо для всех или для одного мы не делаем и я думаю это применимо может быть и в каких-то других системах то есть это не только там счетчики или что-то подобное то есть с легкой модификацией мне кажется можно это применять ну просто когда есть умный дом у человека вот нет это много где вот применим вопрос чтобы это сделать ну да то есть на самом деле вопрос вот именно того потребителя которому это будет интересно но и второй вопрос с этим же связанный а вот для магазина это приложение для тайзен стора оно в принципе подойдет то есть правильно я не знаю подойдет ли точно для тайзен стора оно бы подошло как пакет разработчика то есть какой то вот ну какая то база это подойдет как пример экзампл для других разработчиков скорее всего дальше может быть какую нибудь базу выложить или например работ чтобы другие могли просто вырезать ненужные части и вставить туда свои ну хорошо то есть оно у вас будет с открытым кодом или нет да я думаю нужно его но если с открытым тогда будет здорово его увидеть какие-нибудь репозитории по итогу на самом деле я действительно это видел скорее как вылевшую систему например для того же умного дома потому что мониторинг например параметров честно скажу мне было бы интересно происходит что у меня реально тут датчики стоят датчики по температуре разных комнатах когда я уезжаю вот если я могу управлять на самом деле удаленно я могу управлять даже отоплением так эту систему соответственно не имеет но это как раз только вы говорите такой интерфей а еще главнее алармы чтобы шли на самом деле если вдруг что-то случается вот это абсолютно тоже сценарий только другой области приложения ну да то есть это более потребительско более широкий рынок скажем так может иметь смысл вот такого ну ну правда название у вас аларм менеджер очень общий все нормально просто вот это только обратить внимание получается у вас два куска большой интерфейс должен быть удобный и вот эта нативная часть которая совсем простая и будет правильно принять ресурсы чтобы сумели сделать а вот я думаю проблем никаких не будет там что температура что напряжение на счетчике все спасибо а еще вопросы у кого-нибудь есть все спасибо так следующая презентация это группа номер пять и проект Sunrise так ну в общем Sunrise это можно сказать некий порт с аэс будильник с аэс который как сказать предназначен ну это плохо звучит для студентов ну для начала преистории это я студент первого курса в прошлом году школу окончил в школе было четкое расписание то есть ежедневно во вторник ко второму уроку в понедельник к первому и всегда было четкое расписание в институте все наоборот там нет четкого расписания и там каждый день индивидуальный каждый день может к разной паре приходить поэтому я скачал приложение еще в школе RISE на паре оно называется RISE установил его когда я был в школе сегодня оно не показалось интересным поступил в институт я радуюсь пользуюсь только им никаких будильников мне не надо ну в чем проблема как бы зачем он вам нужен это из-за того что ежедневно меняются записания каждый день устанавливают будильник не очень удобно при стандартах будильника который сейчас есть это бывает вот иногда иногда на столько будильника можно даже за минуту ну это одно из того немного но все равно каждый день на это время неохота тоже не особо удобно на стандартной будильнике ну как то так поэтому я хочу сделать предложение которое будет являться будильником довольно таки быстро в том плане что по задумке сам будильник будет устанавливаться всего одним касанием или движением руки настройка времени тоже будет очень быстро ну и по задумке как то так ну и по идее я не знаю просто что еще рассказать так ну все на этом просто да а вот то есть я правильно понимаю что строили в Тайзен будильник если он существует но вот эти все проблемы есть ну я предполагаю что я не видел в Тайзене будильника не знаю как он выглядит предполагаю что он будет как и в андроиде нечто подобное и будет расписание недельное как обычно это и делают и ну неудобно настаивать то есть ежедневно менять какой ну насколько доставать следующий день ну я могу прокомментировать в Тайзене есть будильник выглядит он довольно стандартно и по факту я просто каждый день заново выставляю себе будильник у меня потому что вообще расписание оно совсем не зафиксировано каждый день по разному для такого как бы и нужен ну как сказать есть костык потому что задание несколько будильников то есть в один да но если у тебя двухнедельный цикл ты конечно замучаешься да можно поставить кучу будильников и потом активировать тот который нужно но на это тоже нужно нет а я оставляю дни то есть у меня в основном понедельник вторник четверг пятница мне отдадите в субботу дарите и воскресенье вставим но у меня четыре будильника на андроиде плюс там пятый резервный у меня примерно такая же история была с андроидом у меня было пять будильников где-то я когда-то врубал какой-то когда-то вырубал но сейчас это не нужно сейчас потом покажу так будильник организм когда сделаю покажу ну у меня есть еще одно такое пожелание просто у меня был один замечательный случай когда я себе чтобы не проспать поставил на телефоне четыре будильника убрал телефон куда подальше в итоге проснулся с телефона в быке отключенными всеми четырьмя будильниками да поэтому вот хочется какое-то шок лектор шок нет это было не вчера это было у меня было вот поэтому хочется какую-то дополнительную такую задание защиту не знаю защиту от сонного человека чтобы совсем в сонном состоянии ну не выключился будильник есть такая проблема математическую задачку какую-нибудь пока алгоритм да алгоритм поставь не возьмешь не выключишь будильник для технарей да ну нет то есть корейские углифы для людей скорее для архитекторов ну в общем вот мысль такая что как-то как-то от таких непроизвольных отключений чтобы спасти человека на самом деле какой-то простой действительно фигурку например забрать в россии что-то куда-то передвинуть например сам простой способ есть какой-то там кружочек на экране который нужно в определенный область каждый раз новый область у меня есть один проект который сейчас друзья разрабатываю суть в том что вот капча тоже вот кружочек там или не кружочек ну вот то есть вот да использовать что-нибудь такое это было бы просто очень замечательно и может быть еще есть время позволит как-то подумать как можно учесть изменение временной зоны вот потому что для этих за переездами ну да когда меняешь временную зону другую попадаешь я говорю не меняя проект просто подумать если легко будет сделать что-то потому что у меня например бывало такое когда я выставлял 2900 что-то позволяло настроить по разным дням будильник да перелетаешь в штаты класс тебя по середине дня радостно будильник срабатывает нет у меня проект будет организован на HTML5 нативную часть я ничего не знаю как бы и там в принципе date ну есть класс date объект точнее в котором в котором выставляют берутся время которое сейчас установлено на телефоне вот тут проблема потому что у него же телефон в принципе должно быть если телефон заменяет временную зону там используется текущее время телефон из текущей временной зоны то есть если будильник стоит на 9 утра он всегда будет работать в 9 утра в любой в этой зоне не позволяю телефону перейти с моего времени отправления нет ну это другая проблема но с другой стороны Tizen он позволяет есть web API которая позволяет работать с временными зонами если честно если получится он меня так нормально портировать то там поменять будильник будет за секунду отлично вот в чем суть то есть не за защитой как раз это было очень интересное вещь сделать а ты покажи свой парктипчик и может что это количество ну там есть прототип но это ну ладно да нет между прочим может человек это покажет прототип потому что у меня есть но я не показал ну там тоже сейчас в браузере я просто предложение по этому тому что что нужно сделать вот лабиринтик нужен шарик лабиринт лабиринт его вывести а что с той не один телефон улетит в форточку да вот это но даже тут чтобы это было реалистично тут если честно темный слишком экран на этом он выглядит лучше на нормальном экране а может будет же и свет на самом деле нет это не поможет это проблема проектора тут на самом деле ничего пока еще не реализовано вы меня попросили как бы суть в чем то есть время устанавливается ты вот просто передвигаешь вот ползунок можно вот на ноль поставить то есть точное время нельзя поставить можно вот до пяти минут время поставил потом вот 8.05 например нужно проснуться чтобы потом его запустить просто передвигаешь там влево или вправо ну сейчас ты не реализованный то есть просто передвигаешь и он запускается то есть можно так же вот например сейчас мышка здесь находится если я кликну но тоже не реализовано то есть минус пять секунд если кликну на там ниже то плюс пять минут то есть быстрая настройка то есть в комментариях лучше писать 0.8 там 0.5 пока намного комфортнее потому что иначе ну да да соглашусь и тоже ну я не знаю в этом будильнике нету такого но вот на айпэде это нормально выглядит но в тизане экран все-таки поменьше скорее всего будет и планирую еще вот чтобы ну вот мы статчик расширяли как бы он ну то есть делал ограничения сверху там вот это время ставил ну то есть жестовый способ выставления будильника ну да как то так на самом деле тизинг предполагает очень большое количество экранов поэтому на смартфон только на смартфон не рассчитывать будет планшета ну сейчас ну вот сейчас ну да сейчас наведение можно на время в другом месте появится такая же штука надо так же на уровень просто его времени выставить простейшую то есть вот то сам защиту вот сейчас время срабатывает так звонок идет там не знаю 9-10 внизу даем просто планочку задача навести поверх вот этого еще можно даже такой же ширины и это уже заставит человека реально проснуться концентрироваться хотя бы чтобы он навел это может и потом сделать ну я бы замечал сделал картиночку потому что все таки с проекта в общем да пока что то что было уже хорошо но сегодня уже на 17 часов будет понятно сколько у вас новый прогресс да посмотрим если 18 часов зазвенит будильник значит что то что то работает нет будильник там аудио сейчас использовать будет то есть все на веб интерфейсе а ты еще тут вопрос был как раз именно про это то есть мне кажется на одном веб интерфейсе тут не выехать а я глупец я не знаю найти эту часть а мне кажется выехать мне кажется тут как раз таки суть в том что именно ну запустить саму музыку можно с помощью тега аудио то есть как я рекланирую правильную службу с правильным будильником который выставляет аппаратный будильник это уже можно записать потом по циклу команды можно по циклу команды по циклу команды да я думаю вот по поводу разработки на нативной части я просто наверное я это еще не разбирался не знаю как это делается чтобы в фоновом резине будильник тоже работал нет там можно просто есть в RPPI которая позволяет работать системными будильниками просто из своего приложения можно обратиться и установить системный будильник на заданное время мне тоже так предлагали но я решил как то так сделать ну смотрите на самом деле если в течение дня время еще есть все темы здесь был какой комментарий еще? да я хотел предложить что не выставлять ну как бы не принимать эту планочку туда где текущее время а наоборот вот есть планочка где текущее время и чтобы можно было поспать еще и выбрать либо вниз там это интервал это первая реакция да первая реакция чуть-чуть нет надо в другом навести чтобы человек концентрировался если можно сделать какое-либо свободное движение то можно делать три полоски узенькое проснуться ударить все файлы человек ну ему хочется попасть куда надо раздавить десять плачев мне кажется я тоже услышала что про полоску это слишком просто это непросто все во сне можно подумать вариантов много что-нибудь чтобы моргало на экране там появляется кружок чтобы человек попал в этот движок да раздавить десять плачев кстати да давайте выйдем за грани вот этой виртуальной реальности в конце коридора вешается киркод или на дверь или куда-нибудь пока не подойдешь и не распространяй и не шкнешь это где-то уже есть такое кстати прикольно было ну в общем то решать вот если я не собираюсь в поезде то в поезде надо сделать крохот из кармана из кармана из кармана в поезде трясет их и сосед радуется а а спасибо следующий проект это наши друзья коллеги из Петра Заводска и проект проектов и пускай получилось то что о проекте узнали мы в среду собрали вещи и решили приехать сюда попробовать узнать что мы можем мозгом нашего проекта будет являться Антон его моральная поддержка помощник мы думали что же возьмем нашей темой проекта а потом подумали что каждый из нас слушает музыку контактирует с ней каждый день когда это будет университет когда скучные лекции тоже включают и мы решили почему придумать такой плеер который будет позиционироваться как интуитивно понятный который будет включать в себя некоторые интересные функции которые нам расскажем потом и с которым будет приятно работать и решили придумать плеер который будет называться как с устройством так и с сети различные поиски естественно вот вообще планируем реализовывать какое приложение мне сегодня сказали что при переходе телефона в спящий режим там будут проблемы с производством звука ну что если чисто приложение делать то там может не получится хорошо хорошо не получится на этом мы будем разбираться чуть позже пока сделаем простой плеер с поиском и вот будут добавлены некоторые эффекты ну то есть будут как плейлисты естественно стандартные музыкальные вот эффекты эффекты мы вам пока не расскажем эффекты мы оставим потом оставим большую интрижку вот там все вот так ну собственно все я вспомнил название у нас сокращенно LPR player но старший форезер let's play rock player ну хорошее название вопросы есть кругам пожеланий после внутри использования этого девайса как плеера но я думаю что ребят вы сделаете потому что моих пожеланий хватит на неделю разработки мы сделаем что-нибудь сделаем анекдот можно я слышал вы на лекциях увлекаетесь музыкой да предлагали сделать модуль, называется пульт управления лектором чтобы можно было громкость настраивать, жалюзи открывать, закрывать, свет регулировать жалюзи лектора? нет, жалюзи на окку хорошая идея в Сеуле на Хакатоне был проект, который позволял преподавателю блокировать телефонные инструменты отлично контрпроект что такое тоснообразная сторона а спутник Азору Блокин, Джинсен? я не знаю очень мучитель на самом деле в музыкальном там очень важно, чтобы была красивая интерфейс да, естественно на интерфейсе это очень большой и вот поиск в сети было бы действительно классно то есть если, например, проигрывали в той же самой базовых контактах хотя бы так хотя бы с ней сделать как бы с контактом там в чем проблема там если сделать для контакта там нужно чтобы пользователь регистрировался ну авторизировался вернее а это ну как бы мы не хотим дополнительно какую музыку послушать вводить логин на турель неинтересно либо можно как бы войти это немножко то есть статический токен использовать ну то есть заранее получить и во всем приложении использовать для всех построить единый токен ну я думаю дуров в компании не очень это одобрят ну посмотрим как это можно будет реализовать в принципе или другие да, конечно просто действительно хороший поиск внутри музыки чтобы было удобно прослушивать в сети такой плейер был бы реальным очень удобно ну да, у нас есть там именно задумки как по интерфейсу, так и по функционалу то есть там различные слайп-эффекты которые ну здесь ну уже мы видели как бы на эмуляторе там в тайге довольно удобные вот ну и именно добавили там различные еще эффекты которые сделают этот плейер более уникальным и по сравнению с стандартным тайге у нас там будет по функциональней ну да, то есть тут такие две важные особенности это удобный интерфейс и проигрывание не только локальной музыки на таких сетевых сервисах я бы про, если проигрывание онлайн музыки я бы сделал кэширование какое-нибудь ну чтобы один раз прослушал и можно было допустим ушел в оффлайн в метро и какие-то треки либо уже там может саранец включать либо можно было послушать уже прослушанную онлайн мы думали про то, чтобы скачать но это опять же нарушение авторских прав всякая законодательная часть то есть кэшировать можно как бы я думаю, что если если там мы как сделаем никто не обидится но как бы на челлендж я думаю такое уже не проделать не, ну то есть если вы не будете там в явном виде сохранять эти импатрижки а где-то в кэше их хранить это будет нормально то есть вы можете например если у вас есть список воспроизведения сетевой музыки можете подгружать несколько песен да, это очень хорошее замечание там в том же метро чтобы они проигрывались а мы просто будем знать где ходить это отдельный разговор ну в какой-нибудь базе где-нибудь запросы сразу с именами удобно да, да в соседних приложениях レhhh а посмотрите что такое такие изрубные два